Подпишитесь на Рутюб-канал и соцсети Спаса. И смотрите все выпуски любимых программ. Спас. Подпишись на главное. Дорогие друзья, добрый день. К нам пришла масленица. Мясопустная сырная неделя. И всю неделю мы с вами будем готовить угощение на масленицу. Нельзя уже мясо нам есть. Можно рыбу употреблять, можно употреблять яичные, молочные продукты. И конечно, ну никак нельзя, раз уж такая традиция у нас установилась, никак нельзя обойтись на масленицу без блинов. И вот я позволю себе несколько дней на протяжении практически всей масленичной недели готовить блины. Но самые-самые разные. Вот давайте я сегодня приготовлю два вида блинов. Ну вроде и те, и другие достаточно простые. Но одни будут тонкие, а вторые будут толстые. И вот толстые блины будут очень похожи на те, которые готовят в Удмуртии. Называются они табани. Толстые блины. Мне как-то посчастливилось проехаться по Удмуртии, я там даже работал. И местные кулинары, местные повара научили меня некоторым блюдам удмуртской кухни, рассказали очень много про удмуртскую кухню. Это очень интересно. И вот в частности мы попробовали вот эти самые толстые блины, которые я сейчас попробую воспроизвести. Конечно, они будут дрожжевые. Обязательно я подогрел молоко, потому что вот для того, чтобы поднялось тесто, у нас молоко должно быть теплым. Поскольку блины должны держать форму и вот определенную толщину, вот эти самые, условно назовем их табани, так как называют в Удмуртии вот эти толстые блины, соотношение жидкости, то есть в данном случае молока и воды должно быть примерно один к одному по весу. То есть на 200 грамм молока я беру 200 граммов муки. Мука пшеничная, у нас будет на этой неделе, мы будем готовить с вами и блины самые разные. Гороховые, овсяные, гречневые, конечно, тоже. Ржаные попробуем приготовить блины. Пшеничная мука, обязательно я ее просею, как, впрочем, любую другую муку, особенно если речь идет о дрожжевом, о кислом, о квасном тесте. Добавляю просеянную муку, я ее предварительно просеял. Добавляю дрожжей, которые предварительно, ну, дрожжи такие вот прессованные, предварительно в этом же, таком же теплом молоке немножко разведу. Немножко сахарного песка. Подобное тесто можно делать опарным, а можно делать безопарным. Вот в данном случае у меня оно безопарное. То есть я предварительно опару не буду ставить, а прямо будет подниматься тесто вот уже полностью собранное, полностью замешанное. Еще я обязательно добавлю яйцо, конечно. и ложку растопленного сливочного масла, сюда же. Ну, даже вот полторы ложки, пускай, будет. Получается, как бы такое тесто для оладьев. Ну, по сути, вот такие блины, табани, они и есть. Оладьи только такого большего диаметра, на всю сковородку приготовленную. Очень важно тщательно вымесить тесто венчиком, для того, чтобы комочков не было, для того, чтобы лучше разошлись ингредиенты, для того, чтобы брожение пошло дружно и быстро. Дрожжевое брожение. Вот и все. Отправляю в теплое место расстояться. Как только тесто подойдет, можно сделать одну обминку, просто один раз ложкой, один круг сделав по этому тесту, чтобы оно немножко осело. Подождать второго поднятия, тесто будет готово и можно будет выпекать. А я тем временем, пока выстаивается тесто, приготовлю блины бездрожжевые, блины тонкие. Тонкие блины я буду делать без дрожжей и даже без разрыхлителя. Кстати, вот такие блины очень хорошо подходят для, ну, например, для заворачивания начинки какой-то. То есть можно делать блинчики из этих блинов. Вот фаршированный, свернутый блин называется блинчик. Это блинчики, это не маленький блин, это именно то, что с начинкой. Соотношение молока и муки здесь, примерно на 500, на пол-литра молока, я беру где-то 320-350 граммов муки и одно яйцо. Ну, естественно, соль, сахар, чуть-чуть масла, можно растительного, а можно растопленного сливочного, в данном случае я положу растопленное сливочное, потому что все-таки у нас масленица. Несмотря на то, что тесто это у нас бездрожжевое, но, тем не менее, надо обязательно муку просеять. Хорошенько, конечно, должна разогреться сковородка. Мне больше всего нравится выпекать блины на сковородке чугунной, прямо на огне. Ну, в данном случае плита у нас индукционная, поэтому такая, соответственно, сковородка под нее приспособленная. Но это вполне приличная блинная сковородка, на которой можно хорошие блины не испечь, но и сжарить. И как можно более тонким слоем теста на сковородку выпекаем первый тонкий блин. Конечно, очень важно на таких вот особенно плитах правильно отрегулировать температуру нагрева. Должен сказать, что вот традиция выпекания на сырную неделю, на масленичную неделю, на мясопустную неделю, то есть на масленице блинов, она точно прослеживается где-то всего-навсего с середины, с конца 18 века. А до этого упоминаний в каких-то исторических источниках, литературных и еще прочих каких-то нет. Вот есть книга «Ясна весь год столподаваемого», которая упомяла это угощение, которое должно готовиться в мясопустную неделю, но при этом нету ни слова о блинах. Да и не только в каких-то источниках письменных, но, например, вот у меня есть добрый приятель, который этнограф и давно уже очень серьезно занимается изучением традиций всяких праздничных русского народа. И он уверяет, что и даже по материалам метаграммических экспедиций, например, в 19 веке нету никаких подтверждений того, что где-то в глубинке, в какой-то такой вот консервативной пекли блины. Удивительное дело, но это так. Но поскольку уже подмечивили два с половиной столетия, как Пушкин писал, Евгений Онегин, и у них на масленице жирный водились русские блины. мы тоже будем выпекать блины. Вот он действительно получился тонкий, несмотря на то, что я туда вообще не добавлял никакого ни разрыхлителя, ни соды, ни аммония, ничего. Вот он получился, в общем, достаточно такой у меня полистый, тоненький. У него можно завернуть, например, какую-нибудь начинку творожную, сладкую, несладкую. Можно яйцо рубленое с зеленым луком, например. Моя любимая начинка для блинов. Ну или просто кусочек селедки, что тоже вкусно. Ну уж, у кого есть возможности, кто-то икру может положить. Ну и, конечно, не могу отказать себе в таком удовольствии смазать первый блин, который на этой масленице будет съеден, растопленным сливочным маслом. Всем хорош тоненький блин. Единственное, что нельзя с ним сделать, это испечь его с припеком. То есть прямо впечатать в тесто какую-то начинку, там рыбную или яичко рубленое, зеленый лучок, может, там творожок, что-то вот такое, как мы обычно делаем припеком. Я обязательно на этой неделе приготовлю блины с припеком. Но они будут чуть-чуть потолще. Ну и вот, совсем подоспело тесто для толстых блинов. Я буду их называть табани, как называют их, например, в Удмуртии. И обратите внимание, толстые блины я буду печь на другой сковородке. Точнее, жарить на другой сковородке, поскольку на плите готовим, но тем не менее. Вот на такой с высокими бортами, не на блины, на которые пек только что тонкие блины. Но то же самое в основном точно так же разогревается. Хорошенько сковородка. Поверхность должна быть раскаленной. Маслом я уже смазал. В общем, все то же самое. Единственное, что температура нагрева должна быть чуть поменьше. Потому что толщина у нас намного больше, чем в тонких блинах. Вот этих блинов будет. И нам важно, чтобы внутри блин полностью пропекся. Посмотрите, какое тесто уже воздушное, пузырчатое. Хорошо дрожжи его подняли. Потому что понятно, что толстые блины должны быть пышные. А иначе они попросту будут даже невкусными. Смотрите, проехать. ну вот первый толстый блин у меня готов ну и конечно сразу смазываю его растопленным маслом я приступаю к приготовлению следующего тонкие блины яйцо взбить с жидкостью в пену добавить соль и сахар подсыпать понемногу муку чтобы получилось льющееся тесто сковороду раскалить смазать маслом и выливать на нее тесто быстро распределяя по поверхности выпекать блины с двух сторон до румяности еще раз повторю что конечно самая лучшая сковородка для блинов это хорошая чугунная такая старая на которой уже не одна сотня блинов печена которая пропиталась маслом пора такой немножко залипенным маслом вот такой сковородкой можно пользоваться десятилетиями передавать ее в наследство детям внукам и многие поколения будут печь на этой сковородке и что интересно что все эти годы сковородку можно не мыть вот поверьте и даже не нужно мыть ее а просто каждый раз когда вы испекли очередную порцию блинов протереть ее либо чистой какой-то салфеткой полотенцем насухо-насухо-насухо и аккуратненько положить лучше в пакет какой-нибудь или завернуть опять же полотенце и какое-то место положить до тех пор пока вы снова не будете жарить блины потому что на блинной сковородке кроме блинов ничего больше готовить не стоит вот лучше специально заведите такую блинную сковородку и лучше если она будет чугунной признаться я очень люблю кухонный чугун и и Я уже рассказывал об этом, но еще раз повторю, что вот такое топленое масло, например, в поваленной книге 19 века, да и не только в книгах, а вообще повсеместно и всенародно, называлось русским маслом в России. В отличие от масла чухонского, то есть сладко-сливочного, того, который мы с вами сейчас покупаем в пачках. Ну вот, у нас почти готовая, осталась одна сторона последнего блина. Но давайте назовем его по-удмуртски табань, толстый блин. И приготовлю я такую вот удмуртскую заедку к блинам, которая называется зерет. Приготовлю ее следующим образом. В сотейнике прогрею то самое топленое масло. Добавлю туда хорошие брынзы. Это может быть творожок, это может быть какой-нибудь мягкий сыр рассольный. Ну, в общем, что вам больше нравится. И брынзу прямо в этом масле сейчас вот так вот в сотейнике прямо раздавлю, чтобы она, брынза, разошлась в этом масле, в теплом, в горячем. Подсаливать не надо, потому что брынзу сама по себе соленая. Я добавлю немножко зелени укропа, нарубленной мелко. Не обязательно укроп, это может быть любая другая зелень, это можно вообще без зелени делать. Можно добавить, например, чеснок, можно добавить зеленый лук. Ну, в общем, как вам больше нравится. Ну, вот, готовы у меня тонкие блины, готовы толстые блины, готов зверет к толстым блинам. Жду навстречу масленице на первый день мясопустной сырной недели Олега Роганова. Съединить с ним по первому блину на этой масленице. Табани. В теплом молоке растворить дрожжи, подсыпать немного муки и оставить в теплом месте до появления на поверхности пузырьков. После вбить в тесто яйцо, положить соль, сахар, всыпать оставшуюся муку. Тесто должно напоминать жидкую сметану. Оставить подойти на час. Выпекать на смазанной маслом раскаленной сковородке с двух сторон до золота. Готовые табани смазать сливочным маслом и сложить стопкой. Для подливки в сотейнике разогреть масло. Добавить брынзу, слегка размять и прогреть до полужидкого состояния. Добавить мелко порубленную зелень. Дорогой Олег, с масленицей тебя! Спасибо, Максим, тебя тоже. Я вот предлагаю тебе сразу, пока горячие блины, вот они тебя дождались в таком состоянии, попробовать толстые и тонкие. Вот как рассказываю Чехово. Давай с тонких, потому что они быстрее остынут. Блины это вот эти конкретно, бездрожжевые. А вот те, которые потолще, они будут дрожжевые. Сколько ты обычно блинов за один раз съедаешь? Сколько дадут. Хорошо, посмотрим. В следующий раз. Попробую просто так, без сметаны. Да, я тоже считаю, что первый блин надо съедать так, но сейчас не в силах удержаться. Да, это такое простое, вот то, что называется, пресное тесто, бездрожжевое, на молоке. Ну, специально вот для, приготовленное таким образом, чтобы можно было выпечь блин, тонкий совсем. Да, тесто такое, самое любимое. Да? Угу. Как интересно. Ну, такое, оно как раз молочком так пахнет, очень вкусно. Все-таки, настоящие русские блины, они должны быть дрожжевые. Мало того, они должны быть еще и гречневые. Потому что рецепт, вот, да, русские блины, как раз, это гречневые. Ну, сегодня у нас пшеничный. Я уже рассказывал историю про такого, такого революционера. Немецкого. Да, который сидел в ссылке и сокрушался о том, что в городе Тосима, в Вологодской губернии, блины немецкие пшеничные, а не русские гречневые. Ну, сложно сказать, конечно, какие вот на самом деле. Были, безусловно, овсяные, были гороховые блины, которые тоже не раз упомянуты. Какие из них более настоящие, тут, я думаю, что абсолютно бессмысленно спорить. Потому что они все настоящие. Ну что, ты доешь тонкий блин или сразу же приступим толстым для сравнения? Ну, сейчас попробуем. Давай, давай, вот на контрасте попробуем. Ты знаешь, ты вообще как относишься к кунгурской кухне? Все время хотел тебя спросить. Знаешь, я думаю, положительно. Правильно делаешь. Я, мне посчастливилось в Удмуртии неоднократно бывает. Я даже в одном из ресторанов Ижевска приложил руку, поработал немножко. И познакомился с замечательными людьми, которые меня возили по Удмуртии, показывали, рассказывали. И был на празднике народном в Удмуртии. Да, и вот такие блины толстые. Это как раз толстые блины, дрожжевые, обязательно дрожжевые, такие сдобные. Которые, кстати, вот на празднике готовили на открытом огне. На открытом огне. Назывались они табани. Ну, собственно, они так и называются. Табани. Табани. Поэтому я очень хочу тебе предложить попробовать вот эти самые толстые блины. Ну, у нас бы они назвали, ну, блины, блины, только толстые, ну, как оладочки такие большие. Совершенно верно. А к ним я приготовил, опять же, традиционную для тех мест такую вот подливу, что ли. Вы знаете, вот в Беларуси, мы потом, как мы с тобой приготовим, блины с мочанкой. Вот в Беларуси блины едят с мочанкой. Картошка и блины с мочанкой. А вот это называется зырет. Удмуртская кухня. Попробуй, пожалуйста. Возьми вот такой толстый блин. Табань. Тяжелый. Ну. И вот я рекомендую прямо так, по-простому. Удмуртский. Кусочки отрезал и обмакнул. Это не совсем такой классический удмуртский зырет, но, в общем, так, по мотивам приготовленный. Здорово. Это такой творожный сыр. Ну, так это и есть, собственно говоря, это брынза с отопленным маслом и укропом. Довольно бесхитростный сыр. Два вида блинного теста. Два вида блинов. Впереди у нас неделя масленичная долгая. Попробуем еще другие виды блинов и другие рецептуры и другие способы подачи. Все это будет очень интересно, все это будет радостно, как, собственно говоря, и должна проходить масленичная неделя. Она же сырная, она же мясо пустное. Вот так. Очень здорово, что сладкое тесто и вот с таким соленым, острым, с сырком очень здорово сочетается. Ну, вот тесто нельзя сказать, что прямо уж такое сладкое-сладкое, но сахар в общем я добавил, конечно, да. Прекрасно. Ну что ж, Олег, я очень рад, что тебе понравилось. Очень вкусно. Спасибо тебе, Максим. Спасибо тебе, Олег. Друзья, всю масленичную неделю с вами будет со своими блинами Монастырская кухня Олег Ровинов и Максим Сырников. Следите за блинами в нашем аккаунте. С нами по-прежнему вкусно и интересно. С нами по-прежнему